БИСКИЕ ПОДОРЖАЕТ ПРОЕСТ Пять наград высшей пробы. Первые значки ГТО торжественно вручили бийчанам. Обливаемся водой. Сегодня наш город отмечает один из самых популярных праздников среди славян. Сегодня стала известна дата, когда в Бийске стоимость билета в автобусах, газелях и трамваях станет выше. Проезд в общественном транспорте увеличится 9 июля. В этот же день в продаже появится единая транспортная карта. Вот такого вида карты. Их можно будет приобрести у кондуктора, у водителя транспортного средства. Пополнение карт у нас будет осуществляться через систему город. Это все банкоматы. И в небольшой перспективе, это где-то август-сентябрь, уже через онлайн-банк. Через мобильный банк. Через мобильный банк, да. Через сотовые телефоны. Напомним, стоимость единой транспортной карты 50 рублей. При этом на ее счету будет 20 рублей. Этой суммы хватит только на один проезд. Чтобы пополнить счет, необходимо знать номер электронного проездного. Он написан на обратной стороне карточки. И на чеке, который выдают при ее продаже. Чек необходимо сохранять. При потере или поломке карты следует сразу же обратиться в Центр обслуживания ЕТК. Он находится по адресу Ленина 234. Или позвонить по телефону 99 99 09. Сообщить номер проездного и ваш счет заблокируют. В дальнейшем по заявлению деньги переведут на новый счет. Узнать баланс можно в личном кабинете на сайте t-karta.ru. Отметим, купить транспортную карту можно будет 9 июля. Также в субботу повысится и стоимость проезда. По карте он составит 17 рублей. За наличный расчет 17 рублей 50 копеек. Первые значки ГТО. Их обладателями стали 11-классники. И сегодня состоялось торжественное награждение бейчан, которые тесно дружат со спортом. Подробности в нашем следующем сюжете. Габова Екатерина Юрьевна. Удачи тебе в поступлении. Всего-всего-всего. Здравствуйте. Пять бейчан, пять 11-классников. Сегодня им торжественно вручили золотые значки ГТО. Это первые награды, которые пришли в наш город. Одним из счастливых обладателей золотого значка стал сегодня Александр Ананич. Со спортом он общается на «ты». Всерьез занимается баскетболом. Вот и государственные нормативы сдал на «отлично». Конечно, думал, что сдам. Но не на золотой значок. Но получилось золотой. Буду сдавать на следующий год, конечно, в институте. Каждый год надо подтверждать титул. В этом году нормативы сдавали в основном студенты и школьники. Преимущественно старшеклассники. Ведь теперь вузы страны абитуриентам при поступлении дают дополнительные баллы за значки ГТО. «Готовь трудообороне» – золотой знак. За него начисляется целых три балла. Баллы суммируются, добавляются конкурсным баллам ЕГЭ. И таким образом получаются конкурсные преимущества. Всего нормы ГТО в этом году сдавали 258 бийских одиннадцатиклассников. Порядка 150 человек нормативы выполнили. 30 из них стали обладателями золотых значков. Остальные – серебряных и бронзовых. А еще команда «Бийчан» участвовала в летнем краевом фестивале, который проходил в Барнауле. И там наши спортсмены заняли первое общекомандное место. Результат он сам о себе говорит. Там с Заринском у нас, конечно, плотно очень все шло борьба. Потому что по отдельным видам у них там первое место, у нас второе. Либо наоборот у нас первое, у них второе. Но вот там на несколько очков мы их в итоге опередили. Также этой весной испытывали свою гибкость, выносливость, скорость и силу бийские семьи. Нормы ГТО сдавали родители вместе с детьми. Всего порядка 20 семей. Уже в следующем 2017 году проверить свою спортивную форму смогут абсолютно все желающие, независимо от возраста. Место для этого в нашем городе есть. Это центр тестирования ГТО, который открылся в этом году. Татьяна Свинаренко, Иван Зяблицкий. Будни. С января 2017 года в нашем городе запланирована массовая сдача норм ГТО. Спортивное тестирование смогут пройти бийчане от 6 до 70 лет и старше. Для каждого предусмотрены свои нормативы. Ознакомиться с нормативами можно на официальном сайте gto.ru. Там же можно зарегистрироваться и получить свой идентификационный номер, который выдается человеку раз и навсегда. Также по всем вопросам можно обращаться в Бийский центр тестирования ГТО по телефону 30 29 74. Напомним, что сдача нормативов – дело исключительно добровольное. Дети могут проходить испытания только с согласия родителей. При этом и для детей, и для взрослых необходимо медицинское заключение. Юлию Кухтинову, которая ушла из дома 5 июля, нашли. Она цела и невредима. В Бийске еженедельно один ребенок убегает из дома. Такова статистика этого года. За пять месяцев сбежало 20 детей. На сегодняшний день один из них так и не найден. Денис Филиппов ушел из дома в начале мая. Он из села Первомайское. 16-летний парень отправился к репетитору, готовился к экзаменам. Однако до сих пор его местоположение неизвестно. Ориентировки расклеены по всей стране. К поиску подключились байкеры и дальнобойщики. Из года в год в следственный отдел поступает значительное количество сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних. В частности, если говорить о статистике, за 2014-2015 год поступило ежегодно около 70 таких сообщений. За истекший период 2016 года поступило 20 сообщений о безвестном исчезновении, по которым следственным отделом проводилась проверка. Подростки уходят из дома по разным причинам. Кто-то бежит от жестокого обращения со стороны родителей, кто-то попадает под влияние дурной компании. Есть и те, кто считает себя взрослым и просто хочет доказать свою правоту родителям. Бегство – это вызов ребенка. Он показывает «мне плохо». Любая такая крайняя реакция в поведении ребенка означает, что ваш сын или дочь показывает «мне плохо, помогите мне». Но ребенок не может выразить свои чувства так вот адекватно, таким языком. И ребенок показывает это в поступках. Решить свою проблему бегством никак не удастся. Более того, это может привести к печальным последствиям. Так, в предыдущие два года два случая, когда детей посчитали сбежавшими, закончились трагически. В 2014 году девочку-подростка, ушедшую из дома, нашли убитой спустя несколько месяцев. Даниила Ченцова, между прочим, также считали сбежавшим. И рассчитывали на его возвращение. Именно поэтому искать стали не сразу. В первой половине дня Даниил бежал кросс, но не финишировал со всеми спортсменами. Искать его начали только вечером. Нашли через 10 дней мертвым. Начать своевременные поиски пропавшего ребенка очень важно. Но еще важнее не допустить возможность побега. И это отнюдь не запертые двери и решетки на окнах. Родителям необходимо иметь взаимопонимание и доверительный контакт с детьми. Если вы хотите со своим ребенком очень хороших отношений, то вам нужно учиться общаться с ним по душам, чтобы дать возможность ребенку выразить все, что с ним происходит внутри. И при этом очень важно не нравоучать его, а просто слушать. Это называется активное слушание. То есть ребенок вам рассказывает о себе, а вы говорите, понятно, понятно. Можете задать уточняющие вопросы. А затем, если ребенок вам рассказал о какой-то своей беде, нужно уточнить, ты сам справишься или тебе помочь. Я всегда рядом. Вывод один. Станьте для своего ребенка настоящим другом. Особенно в стрессовых ситуациях. Это период экзаменов, развода родителей, переезд и так далее. Старайтесь находить общий язык. Обратите внимание, в какой компании находится ваш ребенок. Внимание никогда не бывает лишним. Ведь в прошлом году в Алтайском крае объявлено в розыск 1189 детей. А в этом году уже 177. Елена Колточакова, Иван Зяблицкий, Алексей Мельков. Будни. В Бийске произошла очередная трагическая смерть на воде. В Бии в заречной части города утонул 16-летний подросток. Что стало причиной смерти, сейчас выясняют эксперты. Как стало известно, компания молодых людей отправилась купаться. Друзья расположились на берегу Бии за культурно-спортивным центром поселка Льнокомбинат. По словам очевидцев, парень один зашел в воду. Подросток доплыл до середины реки и уже на обратном пути товарищи увидели только голову. Они бросились на помощь, но подростка унесло вниз по течению реки. В итоге бездыханное тело спасатели вытащили в километре от того самого места, где утонул 16-летний бийчанин. Известно, что утонувший подросток страдал приступами эпилепсии. Возможно, ему стало плохо. Сотрудники МЧС, спасатели обращаются ко всем. Не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не оставлять детей без присмотра. Купаться только там, где дежурят спасатели. Нужно всегда отдыхать. Это со взрослыми. Как правило, это на тех оборудованных пляжах, которые находятся у нас. Ни в коем случае, если вы не знаете место купания, ни в коем случае не нырять. Ни в коем случае не заходить в воду. Не заплывать, значит, если вы находитесь на пляже за буйки. Просто нельзя вести себя безалабенно. У бейчанина есть шанс попасть на новую волну. Автор гимнобийской молодежи, певец Юрий Мещеряков, вышел в полуфинал конкурса, который проводит известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой. Ты меня звала, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал через милы и... С 1 июля в Крыму начал свою работу Всероссийский молодежно-образовательный форум «Таврида на Бакальской косе». Он включает в себя 6 смен. Свой потенциал могут продемонстрировать музыканты, хореографы, дизайнеры, художники, режиссеры, писатели и даже преподаватели истории в возрасте от 18 до 30 лет. Около трех тысяч человек примут участие в нескольких сменах. В самой первой смене форума молодые композиторы, музыканты и хореографы. Как раз и участвовал Юрий Мещеряков. Молодых исполнителей прослушивал известный композитор и продюсер Игорь Крутой. Лучшие из них могут попасть на международный конкурс «Новая волна» в следующем году. Когда я приеду после «Тавриды» к себе на родину, у меня очень много идей, и это все войдет в жизнь. Это будет много песен, будет много клипов, и наконец-то я заряжусь вот этим позитивом. Прямо сейчас на бульваре Петра проходят народные гуляния в честь Дня Ивана Купала. Вы еще можете успеть поучаствовать в хороводе, а возможно и облиться водой. Каким стал день Ивана Купала в Бийске, расскажет Диана Козлова. Бийчане в этот день уже не прыгают через костер и не ищут цветы папоротника. А вот водой в День Ивана Купалы как раньше обливались, так и обливаются сегодня. С большим удовольствием это делает, конечно, ребятня. Горожане постарше ностальгируют, уверяют, что сейчас настоящего праздника не получается. Прохожие чаще обижаются на обливание водой, а раньше было наоборот. Ты планируешь обливать водой? Тебя оболью. Вот, спасибо. Но с утра нас бабушка уже обрызгала. Бывали автобусы, машины, людей прямо с балконов обливали. Было такое вообще. Ребятишки бегали с этими... Кто с шариками, кто с бутылочками обливали. Мы просто сейчас еще друзей ищем. Будем ходить, большого всех обливать. Ну, когда маленькие были, постоянно все брызгались. Ну, а сейчас уже выросли, уже такими делами не занимаемся. Только молодежь нас брызгает. Видите, уже четвертая майка переодетая. Честное слово. С праздником Ивана Купала всех. Считается, что в день Ивана Купала вода обретает целебные свойства и помогает обрести крепкое здоровье. Потому и существует традиция обливать каждого встречного. Но самое главное, что праздник дарит хорошее настроение. Диана Козлова, Сергей Даровских, будни. Тибет под боком. В Бийске можно увидеть все красоты гималайских гор. В галерее Алтай-Талант-Бийск продолжает работу выставка авторских работ «Гималай и Тибет». На выставке представлены авторские фотоработы Юрия Радичева «Город Самара». Собирал их автор во время высокогорных экспедиций с 2003 по 2011 год. В экспозиции представлено 304 фотографии, сделанных во время путешествия по Гималаям и Тибетскому Нагорю. Но фото непростые. Это изображения гор, перенесенных на полотна шелка. Главная цель выставки – дать посетителям наиболее полное представление об уникальном уголке планеты. Здесь можно увидеть фото жителей Тибета, Непала, королевства Ло, а также пещеры отшельников. Горная система Гималаев – высочайшие вершины и места, где практически не ступала нога человека. Все это есть на выставке. В Бийске она будет продлиться до 7 августа. Это ах! Вот просто восторг, когда захватила дух. Но у меня, это мое первое впечатление было, когда я увидела это в горном Алтае. в музее Республики Алтай, когда ее монтировали там. То есть это восхищение, это когда перехватило дыхание и когда захотелось, чтобы это было рядышком, чтобы мы имели возможность увидеть. И о погоде. Завтра, 8 июля, в нашем городе будет переменная облачность, возможен дождь. Температура ночью плюс 15, плюс 17 днем, до 22 градусов выше нуля. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь и желаю отличного завершения этого вечера. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова